Всем привет! С вами Пушер. И сегодня я бы хотел вам рассказать, как видео, в котором я собирался помогать случайным прохожим, обернулось тем, что помощь потребовалась мне самому. Как вы могли заметить, на моем канале давненько не выходили новые видео и причиной этому явилось то, что во время съемок последнего ролика я получил сильнейшее сотрясение мозга и множественные ушибы, из-за чего практически месяц находился на реабилитации и просто не мог ничего снимать. Но давайте не будем забегать вперед, я вам расскажу все по порядку, структурировано, чтобы вы смогли в полной мере прочувствовать весь пиздец произошедшего. А пока мы не начали, я бы хотел вам сказать, что я никогда у вас не выпрашивал лайки, я периодически проводил розыгрыши на комментарии, на лайки, это были условиями, но сейчас ваша поддержка необходима как никогда, ведь только благодаря вашим лайкам, вашим подпискам я могу снимать эту историю и продолжать выкладывать ролики на мой канал. Если вы хотите, чтобы я продолжил освещать эту историю, да и в принципе, чтобы ролики выходили чаще, пожалуйста, поддержите меня сейчас, поставьте лайк под этот ролик, оформите подписку, напишите комментарии, это крайне необходимо. Спасибо, мы продолжаем. Девушка, здравствуйте, извините, пожалуйста, что отвлекаем вас. Мы тут просто ролик на YouTube снимаем, мы к вам подошли, потому что мы увидели, что вы очень грустная, мы хотим вас немножко порадовать. У меня есть определенная сумма денег, я могу вам дать 3 минуты и вот за эти 3 минуты все, что вы успеете купить в галерее, это будет ваше. Хотите в таком полчаса? Да, вот именно таким и должен был быть этот ролик, но, как вы, наверное, поняли, что-то в какой-то момент пошло не по плану. Хотя поначалу у нас и получилось отснять несколько классных кадров и порадовать нескольких случайных прохожих. Что ты сказала, подожди, побыстрее? Apple Watch. Ты могла бы сказать, еще iPhone, например, или что-нибудь такое? Тут еще есть время, iPhone 14, 12, любой. 14? Любой. Любой. Вот это вот уже нормально, вот это уже неплохо. Карта будет оплатываться. Наличная? Наличная, мы 186 980 рублей. 190. Пожалуйста. Ну, что ж, я тебя поздравляю, ты буквально за 3 минуты успела себе взять новый iPhone и Apple 8. Надеюсь, мы смогли тебя поднять настроение. Смотри, у нее реально мандраж. Ладно, все, не переживай, давай обнимемся, и все хорошо. Смотрите, заходите в магазин, и за 3 минуты все, что там наберете, мы все оплатим. Гоу. Гоу. Все, погнали, это нормально. Начинаем. А что набирать-то? Пакетики. Не знаю, пакеты возьмите. Ой, нет. О, давай вот эту. Я не знаю, может быть это. Как вы могли убедиться, ролик действительно получался позитивным и очень веселым. Я был в полной мере удовлетворен всем происходящим. Нам удалось отснять еще нескольких прохожих, которые покупали самые разнообразные вещи. Айфоны, кроссовки, куртки и так далее. И казалось бы, ну вот что тут может пойти не так? Наверное, мало кто из вас обратил на это внимание, да и мы сами, если честно, заметили это только на монтаже. Но давайте еще раз посмотрим на вот эти несколько кадров, которые мы вам уже показывали. Обратите внимание на этих трех персонажей. Мы не знаем, что это за люди, но, судя по этим кадрам, они следили за нами на протяжении всех наших съемок. К сожалению, тогда мы не обратили на них никакого внимания, пока в какой-то момент не произошло вот это. Если кто-то не понял, что вы сейчас увидели, я поясню. Мы решили сменить локацию, чтобы поднять настроение как можно большему количеству людей. Но пока парни готовили оборудование для съемки, я отошел поговорить по телефону. И именно в этот момент какие-то три непонятных типа подошли ко мне и на глазах у многочисленных прохожих начали просто-напросто меня избивать. И более того, как оказалось после, один из них даже снимал все это происходящее на телефон. А потом, сделав свое грязное дело, они просто исчезают настолько же быстро, как и появились. Что за х**ня, х**ня? А где они? Тихо, 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 аккуратно. Какие скорые? Машину надо эту. Что, сильно? Не буду строить у себя Супермена и честно скажу, что я ушел в глубокий нокдаун после первого же удара и вообще, честно говоря, не понял, что произошло. А когда сознание ко мне более-менее вернулось, все, что я увидел, это обеспокоенных парней, которые подбежали ко мне, что-то вокруг меня там собрались и просто начали нести какую-то чушь, как мне тогда казалось. Но честно говоря, если бы вот в тот момент не включился оператор и не записал бы все это происходящее на камеру, я бы навряд ли в принципе вспомнил, что происходило, потому что вот весь этот эпизод, общение с парнями, когда я тогда лежал, до приезда в больницу я вообще не помню. Ну я помню какие-то небольшие отрывки, но по большому счету 99% информации из моей головы как будто бы просто стерли. И я об этом вспомнил только посмотрев видеозапись. Мы летим в больницу, решили для того, чтобы, наверное, все-таки выпустить этот ролик, может быть, снять весь процесс, который сейчас происходит. Че, мне вообще пи***ц плохо. Мы его еще отговаривали 10 тысяч лет не вызывать ментов, потому что когда его только въебали, он еще был в адеквате. В итоге решили сейчас поехать на тачке до больницы, ну и, наверное, надо, я хуй знает, потом возвращаться, камеры просить смотреть, потому что это вообще пи***ц какой-то. Ребята, вот честно, все вот это вот произошедшее, вы сейчас еще много чего увидите, но вся вот эта вот картина, она, ну, не подвергается просто никакому логическому объяснению. Я не понимаю, что это за люди, я не понимаю, что им от меня потребовалось, почему они меня избили, зачем они снимали это на телефон. Все это просто вот не умещается у меня в голове. И, честно, единственное, что мне сейчас нужно, единственная причина, по которой я записываю это видео сейчас для вас, это ваша поддержка. И оказать ее очень просто. Повторюсь, просто поставьте лайк под ролик, просто напишите комментарий, любой комментарий, неважно какой комментарий. Подпишитесь на канал, вот эти вот три простых действия, они просто бустят видео. За счет этого видео распространяется, оно попадает в рекомендации, я бы хотел, чтобы просто об этой истории узнало как можно большее количество людей. И это возможно только благодаря вам. Просто нажмите лайк, подпишитесь на канал и напишите любой комментарий. Я очень сильно вас благодарю. Я не знаю, мы не успели догнать, они просто куда-то ушли и все, дальше. У нас есть запись в случае, если камеры там писали, но они должны были писать. Пока мы ехали в машине, то пытались хоть как-то осознать произошедшее. Но, на самом деле, как позже выяснилось, у меня было сотрясение мозга, поэтому я лично соображал плохо. Единственное, что мне хотелось, это спать. Но, так или иначе, у нас было несколько гипотез, которые, в принципе, на тот взгляд, казались нам пригодными для существования. Первое, о чем мы подумали, что этими типами могли оказаться охранники торгового центра, которые просто в край обхуели. Ведь у нас достаточно часто случаются конфликты с охраной. Вот просто посмотрите на то, что произошло пять минут назад. Это очень удивительно, но мы тут пытаемся помогать людям, а к нам прислали полицию. Можете вот даже подснять. За нами много уважаемых охранники прислали полицию, чтобы мы не тратили свои деньги на несчастных и бедных людей. Мы сейчас мы вместе, но если бы... Ну, то есть, они могут написать на вас заявление, что вы, грубо говоря, пристаете к ним. А, это понятно. Ну, смотрите, мы же девушки вот купили айфон, эпл, в общем. Ну, то есть, навряд ли кто-то... Не-не-не, просто, ну, обязаны вас предупредить, чтобы потом не было конфликтов. Но все же на охранников эти типы были не особо-то и похожи. Был и другой вариант, что они увидели камеру, увидели, что мы блогеры. Может быть, узнали меня, подумали, что у нас дохуя бабок и решили просто-напросто грабануть. Но и этот вариант отметается, потому что они у меня ничего не взяли. Они меня просто положили, отпустили и убежали. То есть, вообще никакого намека на грабеж. Но, забегая вперед, скажу, что в этой ситуации, похоже, все гораздо сложнее и интереснее, чем мы думали. Но, обо всем по порядку. Так, короче, ребят, ждем Андрея Ивановича. Должен выйти нам сейчас рассказать по Артему. Вот. Я не знаю пока это. Ну как? Короче, парни, у вас 5 минут для того, чтобы пообщаться с Артемом. У него достаточно тяжелое сотрясение мозга. Возможно, еще какие-то повреждения останется на несколько дней, дней на 5 точно для дообследования. Ну, дверь закрой. Как в состоянии... Выглядишь вообще п***ц. Тебе как-то немножко это... Он тебе объяснил, что вообще как? Нам просто он объяснил сейчас тебе. Да, я походу надолго тут. Он сказал минимум дней на 5, короче. Он говорит, что сотряс, походу. Я не знаю, у меня просто чем-то прокапывают, и мне так уже спокойно. Нормально. Блин, давай. Холодную херню клади. Да, давай. Все, удачи, крепись. Все, давайте добрые ночи. Все, мы в портфель передадим, наверное, через... Там как-то будет, если понятно, ну я на связи, все нормально. Я думаю, сейчас там прокапают, мне уже полегче будет. Да, если что, как эта инфа будет... А, телефон-то где-то, кстати? У меня тут в кармане. Все, я понял, отключу. После того, как мне оказали первую помощь, и после всего обследования, лежа на больничной койке вот этой вот, холодной, в полном одиночестве, я принял на тот момент для себя осознанное решение, что я просто во что бы то ни стало выясню, кто за этим совсем стоит, кто на меня напал и по какой причине. Но на тот момент у нас было всего две зацепки. Во-первых, это лица вот этих вот злосчастных упырей, которые, пусть и не четко, но все же попали на камеру видеонаблюдения. И второе, это номера их машины. Боже, храни технологии! Номера машины попали на камеры видеонаблюдения, и это явилось решающим ключом в разрешении этой истории. И знаете что? Первое, что мы сделали после того, как я восстановился от полученных травм практически полностью, это нашли эту машину. Короче, ребята, неожиданное включение. Мы решили не вызывать ментов и вообще никак юридически, короче, не затрагивать эту историю. А почему? Потому что мы решили создать контент. Я принял решение, что этот ролик я буду выкладывать на YouTube. Соответственно, если мы сейчас там с ментами будем разбираться, это все будет неинтересно. Да и плюс хочется самому как-то вообще разобраться в ситуации. Хочется, ну не то чтобы отомстить, но по крайней мере наказать виноватых хоть как-то, да? Как вы знаете, ребята, в Даркнете продаются услуги по пробиву информации. Информацию мы пробили. Это мне обошлось ни много ни мало, 50 тысяч рублей. В общем, мы узнали передвижение этой машины. Какая это марка получается? Я забыл. Лада, ЛИС. В общем, какая-то из ЛАД новых более-менее. Короче, какая-то, да, новая Лада. Мы получили полную информацию по маршрутам передвижения, по видеокамерам города этой машины за последние несколько дней. Мы узнали точки, в которых она останавливается. И мы сейчас едем как раз-таки на ту точку, в которой она останавливается каждый день примерно вот в это же вечернее время. Сейчас время около 6 часа вечера. Сейчас будет, короче, эпик фейл, если мы вообще не найдем эту машину. Вот Лада, вот Лада. Что, где? Лада. Вот это? У-881Х, это не та. Это не та. А та черная была, это бежевая. Вот, смотри, еще вперед, налево, направо. Вон там не ездили еще по всему этому району. Так что я думаю, сейчас может что-нибудь. Ну, если сегодня не получится, завтра тогда так же проедем по маршрутам, по которым обычно передвигается эта машина. Настоящая Лада слева стоит. Я не знаю, просто тяжело. Благо, что есть Даркнет, благо, что есть пробив информации. Ставьте лайк за Даркнет, ребята. Что было? Это Гранта. Это Гранта. Нет, это 210. Да и номер не тот. Еще одна тоже. Это Калина вообще старая. Нет, это была точно не Калина. Ну, хотя была откуда. Еще была такая забрызганная, не знаю, если ее не помыли. Парни, смотрите реально внимательно, очень темно. Да пока вообще ничего не видно. Вот стой, 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 вон, походу это она. Походу это она, я узнал ее. Я прям на видосах вот это вот увидел. Посмотри номер какой? Номер какой? Да. Это он? Да. Еб пацаны, это она. Там никого нет, она заснешена вообще стыдно. Давайте отъедем. Так, отъезжай сюда вот просто. Сюда вот. Вот здесь, я встану. Переверни как-нибудь машину просто, чтобы мы... Давай, давай, хорошо. Я вот здесь встану, смотри, чтобы нас не видели. Все, давай, давай, давай. Это она нахуй. Пиздь. У меня прям мандра, что-то. Вот здесь. Вот, да. Здесь нормально. Мы не заплачем ли? Так. Ну, мы постоим, я не знаю, что кто-то придет, я отъеду тупо. Я тут как-нибудь припаркуйся, аккуратненько, Тихан, я тут не спидела. Еб... Это точно, ну. Все, это мотор. Давай, я предлагаю, мы просто сядем и подождем, потому что если она тут стоит, она еще относительно теплая, там не заснежил ее. То, ну, может кто-то выйдет, поедет, ну, не знаю, типа, есть смысл просто... Не, ну, он точно, я говорю, нет, мы можем просто долго просидеть, потому что сейчас 6 часов вечера, но кто он, типа, он же не будет домой сейчас в это время уходить, спать, ложиться. Он наверняка куда-то сегодня еще поедет. Ну, логично. Ну, у нас перцовки, мы их зальем перцовками и отпи***м. А, ну, как вариант, кстати. Зальем перцовками и отпи***м, все. Мы с ними не поговорим тогда, если мы перцовки не поговорим. Да вообще похуй на этот разговор. Мы его отпи***м, а потом уже опять порешим что-нибудь. Ну, потому что пи***ц, нахуй. Я тут уже полтора нахуй часа сижу, полтора часа я сижу, жду этого пи***ца конченого нахуй. Успокойся. Который мне еб***о разбил. В смысле успокойся, братан, я две недели, у меня сотряс мозга был. Ты чего? Причем реально на эмоциях по сравнению с... Это вообще реально на эмоциях? Да это уже не эмоции, пацаны, это уже реально, это уже желание... Потому что старешь, они быстрее не придут. Это уже желание нахуй просто отомстить. Какие эмоции? Я уже давно эмоции отпустил, я уже две недели назад эмоции отпустил. Мне просто нахуй хочется вломить ему пи***дым. Два часа назад ехали, ты говорил, это б***ь не месть, это просто желание разобраться. Сейчас ты сидишь на иголках. Я хочу разобраться с этим долб***м, да, я хочу с ним разобраться. Давайте еще два часика хотя бы посидим, если нет, наверное... Ну это пи***ц. Я с ним просижу, да. Стой, стой. Стоп, эй. Идет, идет. Вообще, нашей основной целью было просто выяснить, что это за люди и по какой причине они на меня напали. Но честно вам скажу, вот после многочасового ожидания, когда мы увидели, как кто-то б***ь идет по направлению к этой машине, у меня возникло единственное желание просто б***ь накинуться на него со всей дури б***ь и избить его со спины точно так же, как эти б***ь трое придурков избили меня. Ну, в прошли, быстрей выходим, ёпта, выходим. Подожди, стой. Артем, б***ь, камеру вруб... К***, подожди. Подожди, машину, нахуй камеру убери, тамер. Иди, убери, убери. Что надо? Узнал меня? Нет. Узнал меня? На, ты меня избил. На, ты меня избил, т***. Всё, ладно. На, ты меня избил, т***, 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 т***. Т***, 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 т***